Героические страницы истории создания и развития военно-морской авиации – важная часть побед России в военных событиях Финской и Великой Отечественной войны. 105 лет со дня основания авиации военно-морского флота в России дата серьезная, а значит требует особого торжества, которое в округе провели в поселке Монина. На открытии выставки, посвященной празднику, собрались как молодые ученики Кадетского летного училища, так и ветераны ВМФ. Вспоминали, рассказывали о славных и важных вехах в истории, в том числе спецоперации «Зебра». Проект «Зебра» – секретная операция по подготовке в США экипажей и передачи гидросамолетов для нужд советской морской авиации, проходившая с апреля 1944 года по август 1945 на авиабазе в Элизабет-Сити. Из США поступала качественная и современная на тот момент военная техника, например, гидросамолеты «Каталина», их усовершенствованная версия «Номад». В рамках операции американцы передали Советскому Союзу более 160 самолетов-амфибий. После мероприятия всех гостей ждал подарок. В экспозиции появился макет самолета-амфибии Ша-2. Макет безвозмездно передала музею компания 123 Production. Это один из первых советских самолетов-амфибий, способный взлетать с воды, а приземляться на сушу и наоборот. Он совершил первый полет в 1930 году, а официально закончил летать в 1964. Так что теперь все посетители музея Монина смогут увидеть, как выглядит уникальная машина из прошлого. Лилия Тимиева, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...